Всем здравствуйте, дорогие друзья! Жду вашего скорейшего подключения. Сегодня мы будем лечить внутренние органы, мы будем расслаблять их, снимать спазмы. Будут упражнения для того, чтобы восстановить работу ваших внутренних органов. Сегодня будет очень полезный прямой эфир, который будет посвящен здоровью ваших внутренних органов живота. Кто-то, может быть, новичок сегодня присутствует. Если мне необходимо представиться, я в любом случае представлюсь. Меня зовут Анастасия, я врач-терапевт и врач-кинезиолог. У меня два высших медицинских образования. Красноярский государственный медицинский университет и университет, точнее, Академия в Москве Васильевой по кинезиологии. Всем здравствуйте! Десяточки вижу, доброе утро, всем здравствуйте! Дорогие друзья, сегодня мы будем лечить наши внутренние органы. Сегодня я буду давать вам прям методики специальные для того, чтобы восстановить здоровье ваших внутренних органов. И мне нужен доброволец. То есть я сегодня спонтанно на прямой эфир кого-то из вас приглашу для того, чтобы мы с вами вместе делали эти техники. Но нам необходим будет помощник, то есть чтобы вы смогли открыть свой живот. То есть раздеваться не надо, но нужно будет открыть живот для того, чтобы делать эти методики. Напишите, кто будет таким счастливчиком сегодня и под моим руководством будет работать с внутренними органами. Если такой возможности ни у кого нет, то мы просто проведем эфир ответы на вопросы. Я не буду тогда заморачиваться сегодня. То есть все на двух эфирах мне писали и просили этот прямой эфир, чтобы я его провела. То есть если у нас нет добровольцев. Хорошо. Тогда давайте голосовать. Какую тему интересна? Я вам сейчас перечислю темы. А вы мне скажите, пожалуйста, какую тему интересно было бы вам услышать, узнать. А что нужно делать? Нужно просто открыть живот. Не нужно даже раздеваться. Но нужен помощник еще дополнительно, чтобы я показала эти техники. Если в течение минуты нету добровольца, то тогда я рассказываю какую-то определенную тему. Смотрите, можно обсудить тему плоскостопия. Можно обсудить тему головных болей, повышенного давления, мигрений. Можно обсудить, например, тему грыж протрузий. Можно обсудить тему поясницы, боли в шейном отделе. Давайте тогда по плоскостопию поговорим. Смотрите, плоскостопие. Плоскостопие влияет на более быстрое разрушение позвоночника. То есть, когда у нас стопы уплощаются, то у нас более быстро начинает стираться позвоночный столб. Более быстро развиваются грыжи, протрузии. И если есть плоскостопие, то 100% всегда смещается таз. Всегда. А тазовое смещение вызывает боли в пояснице. То есть, цепочка логическая идет. Тазовое смещение вызывает боли в пояснице. И когда у нас развивается смещенный таз, это влияет в том числе и на гинекологическую или, например, на мужскую половую систему. Потому что, когда таз выполняет смещение, то с одной стороны мышцы натягиваются, с другой стороны мышцы расслабляются. И, например, та же матка и маточные трубы, они меняют свое положение. С одной стороны они больше же зажимаются, с другой стороны они больше перерастягиваются. И это очень сильно влияет на, в том числе, внутренние органы. Вот. Здесь необходимо именно более глубоко подходить к истоку решения проблемы. Вот. То есть, если есть плоскостопие. То есть, вот стопы должен быть прям прогнут. Если у вас там чуть-чуть есть прогиб, это уже считается, что плоскостопие должен быть хороший-хороший свод стопы. Потому что это наши подушки безопасности. Это наши амортизаторы, которые снимают всю ударную нагрузку с нашего позвоночника. И дают возможность более долговечную и более долго сохранять здоровье позвоночника. Если стопы уплощаются, то более быстро развивается остеохондроз, смещение, протрузия и грыжи. Почему развивается плоскостопие? Ну, вообще, в принципе, от природы слабый свод стопы. Он может быть с рождения. То есть, но если есть какие-то признаки сколиоза, чаще всего тоже есть наличие плоскостопия. Для того, чтобы плоскостопие решить, к сожалению, недостаточно делать какие-то упражнения. И тем более, ни в коем случае не кладите себе стельки в стопы. От того, что вы положите стельку в стопу, к сожалению, у вас еще больше уменьшится свод стопы. Можете проверить. То есть, например, сфотографировать или, например, нарисовать, какой у вас свод стопы. То есть, делать отпечаток ноги на бумаге и зафиксировать, например, месяц поносить стельки. И через месяц вы увидите, что ваш свод стопы уменьшился еще в разы и стал намного меньше. То есть, да, вам становится легче, да, у вас там меньше болит спина, меньше болят колени, когда вы носите в стельке. Вам, в принципе, легче. Но это просто компенсация. Это как бы просто, вот как таблетку от головы выпить. Проблема она есть, вы никуда от нее не ушли, она у вас осталась. Это вот, как, знаете, наркоз операционный. Вот вас режут ножом, а вы не чувствуете, потому что вам укол поставили, который полностью парализовал ваш нерв. То есть, вы не чувствуете, в принципе, то есть, просто потеря чувствительности нервов. Точно так же и здесь, да, то есть, нужно не симптомы снимать, а нужно действительно решать корни проблем. Вот, и для этого я ваш верный слуга. Я очень много в своем профиле посвящаю и пишу очень много бесплатных упражнений, очень много бесплатных, бесплатной теории, которую вы можете пользоваться, в том числе диагностических тестов, которые могут помочь вам найти истоки ваших проблем и действительно работать с первопричиной. Вот, для этого посвящен, в принципе, весь мой профиль, да. Те, кто еще, может быть, не читал, не знакомился, я вас призываю, да, то есть, советую вам, да, то есть, зайти и посмотреть более подробно посты, которые я пишу. В них очень-очень много полезного, очень много бесплатных упражнений, которыми вы можете пользоваться. И это абсолютно доступно по любой теме. Я там старалась осветить абсолютно все темы. Седалищный нерв, плоскостопие, выпавший живот, то есть, выпирание живота, слабые внутренние органы, смещение таза, боли в пояснице, боли в шее, там, черепные травмы, там, вывихи всякие. То есть, все, что вам, вас беспокоят практически все темы, там, косточки на ногах, там, нарушение гормональной системы, там, в принципе, все темы я осветила, и вы можете просто заходить и читать определенные посты на эти темы. Вот, ну и эфиры я постоянно провожу в своем профиле для того, чтобы отвечать на любые ваши вопросы и помогать вам в решении ваших проблем. Для этого я, ваша верная слуга, сегодня присутствую на прямом эфире. Поэтому смотрите дальше по плоскостопию. К сожалению, не, ну, опять же, про стельки вы поняли, да, я сказала про стельки. Второй момент, да, то есть, не используйте стельки. Я об этом минут 10 сейчас объясняла, рассказывала, что можете провести тест, да, то есть, поносить стельки, стопа станет еще хуже. К сожалению, у нас очень много сейчас маркетинговой продукции, которые, там, какие-то игольчатые коврики, да, они облегчают ситуацию, но они просто снимают симптомы. В чем их опасность? Я объясню, в чем опасность вот этих вот предметов ортопедических, которыми вы пользуетесь. Объясню, в чем их опасность. Вот эти все ролики, вот эти все игольчатые коврики, вот эти стельки, они не решают вашу проблему, они просто снимают симптом, уменьшают вашу боль, а проблема, она продолжает развиваться и продолжает ухудшаться. И вы уже, может быть, наблюдали или замечали, что вы купили какой-то, например, супер-мега-тренажер, на котором вы занимались, делали какие-либо упражнения, но проходит время, когда вам уже этот тренажер перестает помогать, и сначала он у вас хорошо действовал, вам становилось лучше. А проходит время, вы уже чувствуете, что он не работает. И в этом, к сожалению, опасность, потому что вы просто снимаете симптомы без лечения самой проблемы и ухудшаете развитие своей проблемы дальше. То есть проблема начинает еще больше ухудшаться, а вы просто как бы отдаляете, грубо говоря, вот этими всеми маркетинговыми продукциями, вы отдаляете решение своей проблемы. Вот. Нужно разбираться в причине и о том, какие причины, как все взаимосвязано в организме. Этому посвящен мой профиль, который я каждый день пишу, каждый день посты выкладываю, упражнения, которые необходимы. Я очень стараюсь для того, чтобы мой профиль был очень полезен для вас. По лечению плоскостопия смотрите. Это я очень много даю бесплатного материала, но, к сожалению, в плоскостопии именно у каждого человека не работают определенные мышцы. То есть там есть специальная биометрическая методика. Она была создана в Германии. Есть методика восстановления работы мышц стопы. То есть это германская методика. Вообще сама по себе кинезиология – это американская медицина. И, к сожалению, что касается стоп, бесполезно делать какие-то упражнения, там ходьба по коврику или еще что-то. Это очень полезно, это очень нужно делать. Но оно эффективно после того, как вы включите вашу стопу в работу. Для того, чтобы ее включить в работу, необходимо сделать коррекцию биометрическую стопу. Не все специалисты, далеко даже те, которые находятся в Москве и в Санкт-Петербурге, умеют делать биометрическую коррекцию стоп. Я выкладывала очень много результатов, которые были у наших пациентов, то есть до и после. И, кстати, сегодня попрошу тоже выложить, до и после, как мы пролечили стопы. То есть уже через 2-3 недели ваш свод стопы поднимается намного выше, то есть он становится намного выше. И, например, у нас в рамках консультации, то есть мы проводим в том числе и лечение. То есть если вы записываетесь к нам на консультацию, мы проводим в том числе и лечение стоп. Ну, не лечение стоп можно в принципе любой проблемой. То есть, например, вы выберете стопы, мы можем полечить вам в рамках консультации стопы. Это специальные упражнения, с которыми вы будете работать, и уже через 2-3 недели ваш свод стопы станет намного лучше. А ваша стопа обеспечит меньше стирания позвоночника, меньше будут образовываться грыжи, меньше будут образовываться протрузии. Поэтому это очень-очень полезно. Так, повышение давления головные боли. Да, давайте тогда перейдем на другую тему, которая связана с повышением давления головными болями. Я знаю, что нет ни единого человека, у которого хотя бы раз в жизни не болела голова. Если это раз в месяц, то в принципе это в пределах нормы. Но если это 2-3 раза в месяц, несколько раз в неделю, или у вас там, например, когда болит голова, вы чувствуете, что у вас там правая или левая часть головы болит. Например, есть определенная взаимосвязь частей нашей головы с проблемами, которые есть в организме. Например, если у вас болит правая или левая сторона, то, скорее всего, у вас была травма головы. То есть если вы знаете, что у вас больше там болит слева во время того, как болит голова или справа, это 100% был удар по голове. Следующее направление, например, это если у вас, например, болят виски. Если вы чувствуете в основном височные боли, то разберитесь со своими внутренними органами. Как ни странно, казалось бы, при чем здесь боль в висках и при чем здесь внутренние органы. На самом деле, очень даже при чем. И вот сегодня, так как я сегодня хотела дать эти методики, от которых вы сами отказались, лежа в кровати, отдыхая в воскресенье, у нас не вызвалось добровольцев сегодня, чтобы я показала эти методики. Но, увы, может быть, через неделю. На следующей неделе уже запланированы другие прямые эфиры. Может быть, через неделю мы этот прямой эфир проведем. То есть, если это актуально, напишите, что это актуально. Напишите комментарий, что это актуально. Я тогда через неделю запланирую подобный прямой эфир, уже чтобы он точно стоял. Но, кстати, для того, чтобы обязательно, чтобы не пропустить этот прямой эфир, который, например, будет по внутренним органам или по какой-то другой проблеме, в сторис, вот когда закончится прямой эфир. Я вас очень прошу. Будет ссылочка. То есть, я попрошу выложить сторис с ссылкой. В этой ссылке есть очень много бесплатных упражнений. Это первое. То есть, вы по этой ссылке переходите, и вам автоматически вы можете получать упражнения бесплатные на шею, на внутренние органы, на поясницу, на все, что вам необходимо. То есть, вы можете получать абсолютно очень много бесплатных упражнений. Для этого вам просто, вот я попрошу администратора выложить сторис, и вам нужно будет перейти по ссылке для того, чтобы получить бесплатные упражнения. И для чего, что еще это вам даст? Мы вам будем, то есть, у нас будут ваши контакты в WhatsApp, и мы сможем вам присылать бесплатную информацию о том, когда проходят прямые эфиры, либо бесплатно отправлять какие-то упражнения, которые вы можете использовать. Так, повышенное давление. Да, мы про виски разобрали, что это чаще всего проблема, если височные боли, то это чаще всего проблема внутренних органов. То есть, здесь нужно обратить внимание на внутренние органы и делать... Не нужно пить таблетки горстями, не нужно бежать там... Я сама врач-терапевт, еще раз представлюсь, те, кто может быть впервые присутствует на прямом эфире. Я врач-терапевт и врач-кинезиолог. У меня два высших медицинских образования. Кинезиология, кто не знает, это американская медицина, популярная в Германии, в Великобритании, в Лондоне, в Австралии, в Америке и в Канаде. Очень много университетов. Сейчас на данный момент я открываю клинику в Сингапуре, то есть второй бизнес свой открываю в Сингапуре. Я думала, что я буду одна единственная там с кинезиологической клиникой. Оказалось, что помимо меня там еще пять клиник. Оказывается, у меня там целая конкуренция в Сингапуре. Вот, я вывожу свой бизнес на международный уровень. Мне очень хочется, чтобы я свое направление популяризировала и чтобы я помогала большему количеству людей. Вот. Поэтому смотрите. Да, про височную боль мы разобрались. Далее, головные боли. Еще где могут. Например, затылочная часть. Затылочная часть, она чаще всего связана со смещениями позвонков в шее. То есть чаще всего это именно смещенные позвонки в шее, которые у вас поменяли свое положение. И здесь проблема и в животе 100%, потому что если смещаются позвонки в шее, смещаются позвонки в пояснице. Это две неразрывно связанные единицы. То есть если есть проблема в шее, есть проблема в том числе и в пояснице. Еще следующее, например, локализация. Если у вас прям болит вся голова, вот прям полностью вся голова болит, то это психосоматика в том числе. То есть это психосоматическое напряжение, но и также это связано с внутричерепным давлением. То есть, скорее всего, это также связано и с работой почек, и с работой вашего сердца. И мы все как привыкли лечить головную боль? Выпили таблетку, да? Выпили таблетку и забыли, да? Боли, они возвращаются. То есть если и просто так голова не болит от того, что вы там переутомились или еще... На самом деле это не провокаторы. Точнее, это провокаторы, но это не... Сейчас, секундочку. На самом деле это провокаторы, но это не основные источники проблем. И просто ссылаться на то, что у меня там сложная работа, у меня там повышенный стресс. Нет. То есть взаимосвязь идет именно с какими-то нарушениями, либо психосоматическими, либо нарушениями положения позвонков в шее, либо, например, работой внутренних органов, либо, например, у вас есть травма черепа, да? То есть удар по голове какой-то был. И нужно с этими проблемами работать, потому что это все влияет на ваш позвоночник, на ваши внутренние органы, и проблема, она начинает хронизироваться, да? То есть что такое хронизация проблемы? Это уже, когда проблема преследует вас постоянно, и она уже становится, она переходит в стадию практически неизлечимой. И хронические заболевания, вот, например, острые заболевания, вот у вас заболело, вы обратились и сразу решили эту проблему. Это полностью излечимые проблемы. А когда они уже хронические, там уже просто каким-то разовым обращением к врачу вы уже, к сожалению, не обойдетесь. То есть поэтому пока у вас эта хронизация не началась, нужно уже обращаться. Если началась, то нужно уже не дотягивать до того момента, пока вы совсем не сможете жить с этой проблемой. Так, боли в шее. Ну, смотрите. Так, сейчас я пролистаю вообще, какие комментарии у нас есть. Протрузии. Я бы про грыжи, про протрузии еще поговорила. Про мигрени. Хорошо. Давайте поговорим про грыжи, про протрузии. Из-за чего, вот много людей думают, что грыжи и протрузия – это основная проблема вообще, в принципе, позвоночника. Я вас могу заверить, то, что грыжи и протрузии – это не проблема, это не источник проблемы ваших болей в спине. Грыжи и протрузия, она образуется из-за того, что у вас смещается положение костей и нарушается работа ваших мышц в вашем теле. То есть это проблема мышечная, это проблема положения ваших костей, это проблема в том числе и нарушения работы внутренних органов. Потому что каждый смещенный или сдавленный позвонок в нашем организме, он кровоснабжает определенный внутренний орган. И когда в нем развивается смещение, когда он начинает смещаться в какую-либо сторону, это все очень сильно влияет на взаимосвязь между внутренними органами. И, например, если есть грыжа в каком-то L4, L5, вот, кстати, позвонки очень часто находятся в грыжах, L4, L5, поясничные позвонки. И чаще всего эти позвонки влияют на кровоснабжение и работу кишечника и желчного пузыря, в том числе печени. Поэтому опущение внутренних органов, на гинекологическую систему. То есть как раз вот с этого места идет разветвление сосудов к гинекологической системе и к пищеварительной системе. Поэтому в этой ситуации вам необходимо именно более глубоко посмотреть на решение этой проблемы. Давайте немножечко суммируем то, что я сегодня рассказала. Что мы сегодня обсудили? Мы обсудили плоскостопие, мы обсудили сегодня головные боли, из-за чего они образуются, из-за чего образуется плоскостопие. Как эту проблему решать? С чем связаны головные боли? Мы разобрали сейчас с вами тему грыши протрузии. То есть было достаточно много, три темы достаточно интересные, которые сегодня мы разобрали в прямом эфире. И также я посоветовала вам, после прямого эфира, мой администратор выложит сториз с ссылкой на бесплатное упражнение. И также, когда вы перейдете по этой ссылке, мы сможем вас информировать о прямых эфирах, которые проходят. Например, у нас там будет лечение живота. То есть прямо на прямом эфире я буду показывать методики. Я благодарю вас за сегодняшний прямой эфир. Если кому-то не смогла ответить, потому что я, к сожалению, не могу пролистать комментарии, я их не вижу. Вы не переживайте. Мы с вами встретимся на следующих прямых эфирах. Также ваши вопросы можете как раз через вот эту ссылочку задать, написать специалистам. Либо можете писать в личные сообщения ко мне здесь в Инстаграме. Я тоже вам буду отвечать. Спасибо вам за сегодняшний прямой эфир. Мне было очень приятно и полезно быть сегодня вместе с вами. Спасибо вам. Всего хорошего. Отличного воскресного дня. Всего хорошего вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok